Красноярскую художницу обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за перформанса с Иисусом. Представляете, ходил Иисус, кого-то угощал там фруктами на Пасху. Вдруг какой-то особо верующий по фамилии Рубинович, Данила Рубинович, вдруг возмутился и накатал заявление в полицию. Иисусу не понравилось, он его чувства оскорбил. Чувства Рубиновича смешно. Нет, он не Рубинович, а Рубинович. Это Рубин, Рубинович. Это еще смешнее. Патриарх Кирилл призвал власти не становиться тиранами. То есть, видите, Патриарх Кирилл уже что-то знает. У него очень чувствительное одно место. И это место говорит ему, что нужно как-то мимикрировать, пытаться замаскироваться под такого доброго пастыря. Навряд ли у него это получится с его художествами, которые он выполнял в рамках КГБ ФСБ. Потом с алкоголем, сигаретами и прочими коммерческими делишками. Ну и так далее, и так далее. Ну и самое главное, с обслуживанием интересов этой власти. А теперь, видите, он решил как-то власти там попенять. Я имею в виду всех и церковную власть, и светскую власть, и духовенство, и мирян, и всех начальников больших и малых. И, значит, исполнение представителей власти, которые ограничивают свободу людей, не должны сопровождаться гордыней и превозношением. Тогда власть становится тиранией. Власть становится тиранией, когда это гордыня и превозношение. Нет, она по другим причинам становится гордыней. То есть, этой тиранией абсолютно непоязненна. Она становится тиранией тогда, когда нет разумных законов, да, когда народ теряет нити управления, да, и возможность воздействовать на власть. Вот тогда она становится тиранией. Она становится тиранией, когда она несменяема, безнадзорна. Безнадзорность власти – это хуже, чем безнадзорность подростков. Цитаты сегодняшнего дня запишите. Я даже не ожидал, что выйдут про безнадзорность власти. Очень неплохо, кстати. Московский священник ударил прихожанина и попал на видео. Видите, какой яко плак и человеколюбец. Херанул священник прихожанина, который иконостас снимал. А что, фотографировать нельзя? Это какие-то секреты, что ли, там нарисованы на иконах? Секретные святые нарисованы? Или он там что-то как-то... Вот. Подошел священник к нему, сказал, это моя территория. Значит, мужчина сказал, что я думал, это территория Бога. Но после этого, значит, священник доказал ему, что это его территория, а не территория Бога. Ибо Бог его морду не разобьет. Этому человеку. А священник запросто может. Так что, там хорошо еще верующие рядом не кричали. Там, мочкани-ка его, отче, отче, мочкани-ка его. А поп не оскорблял чувства верующих. Вот вы как раз в точку и попали. Да, поп, который там применяет физическую силу, да, там, и прочее, прочее, ругается. Поэтому русская православная церковь и потеряла всех прихожан. Не потому, что они, там, большевики их отвратили. Как раз в то время люди, там, их выгоняли из комсомола, там, из пионеров, если ходили, молились. Но они шли и молились, да. А сейчас никто никого не выгоняет. Наоборот, тянут и не могут затянуть. Субтитры сделал DimaTorzok